Добрый день, всероссийская перепись населения Для Ларисы Лавкиной опыт переписчика не первый В прошлую компанию она тоже ходила по квартирам Как говорит, что работать с людьми всегда сложно А уж сейчас, в период пандемии, подавно Впрочем, в этот раз люди к волонтерам в синих жилетах отнеслись с пониманием На вопросы старались отвечать развернуто Объем работы большой у каждого из нас Переписаться можно в МФЦ, в ближайшем отделении, на ближайшем переписном пункте Есть горячая линия, телефон, где люди могут узнать, где находится ближайший удобный им пункт И, соответственно, прийти туда И можно это сделать на портале госуслуг самостоятельно При этом получает человек QR-код и наши переписчики его фиксируют И все же основной объем данных будет традиционным, после поквартирного обхода В этом году переписчикам помогает новшество Планшеты, в которых содержится вся необходимая информация Вообще очень удобно, конечно, вся информация уже здесь у нас есть От геолокации до конкретных адресов И есть помощь такая в виде информации о, например, председателях ТСЖ, старших по дому С которыми мы контактируем активно, которые нам помогают в нашей работе И разъясняют и жителям своего дома необходимость, важность этой работы И, соответственно, какую-то информацию нам дополнительно дают В реальном времени планшет синхронизируется с сервером Рязань-Стата И пополняет статистику Российская перепись населения, конечно, несет с собой очень важную и масштабную функцию Это почитать все-таки, сколько же нас проживает в нашей Рязанской области И в стране, конечно, в целом Естественно, от численности населения зависит все дальнейшие, все расчеты И выполнение программ, и других мероприятий Помимо традиционных фамилий, имя и отчество Переписчик задает вопросы, на первый взгляд не относящиеся к делу Насколько благоустроено жилище и устраивают ли санитарно-эпидемиологические условия Всего в анкете 33 позиции, как и в онлайн-опросе Эта компания, как утверждают организаторы, последняя бумажная Все следующие будут цифровыми Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания Город